Растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Мы все знаем это из начальной школы. Но некоторые растения могут сделать гораздо больше. Например, очистить воздух в вашем доме и удалить из него токсичные вещества. Первое. Алоэ вера. Иногда его называют кислородной бомбой из-за его способности повышать уровень кислорода в вашем доме. Он также может поглощать больше углекислого газа, окиси углерода и формальдегида, чем большинство других растений. Будучи тропическим растением, ему нужна легкая и хорошо дренированная почва. Он известен как суккулент, поэтому его не нужно часто поливать. Держите его в недосягаемости, если у вас есть любопытная собака. Второе. Спатифилум. Это растение не только красиво смотрится, но и отлично очищает воздух от формальдегида, бензола, ксилола, трихлоротилена и аммиака. Это растение на самом деле возглавляет список лучших очистительных растений НАСА. Немного тени и еженедельного полива – это все, что нужно для выживания, поэтому о нем легко заботиться. Только держите его в недоступном месте для ваших пушистых друзей. Третье. Хлорофитум хохлатый. Это действительно распространенное комнатное растение. Оно может расти при непрямом солнечном свете. Оно также может эффективно фильтровать токсины с площади в 200 квадратных метров. Оно поглощает пары бензина, формальдегид, стирол и окись углерода. Четвертое. Экстрагон – тархун. Из-за его способности расти при небольшом освещении и его устойчивости и простоты выращивания, это делает его хорошим выбором для тех, кто стремится к чистому воздуху. Пятое. Плющ обыкновенный. Не путать с ядовитым плющом. Английский плющ может удалить 60% токсинов и 58% частиц кала в течение 6 часов. Растение требует 4 или более часов прямого солнечного света в день, поэтому лучше всего держать его возле окна. Оно может быть токсичным при употреблении в пищу кошками и собаками. Шестое. Хризантема. Помимо удаления бензола было обнаружено, что они удаляют до 90% формальдегида в течение 24 часов. Больше, чем просто красивое растение, поместите возле окна с прямыми солнечными лучами, чтобы побудить бутоны раскрыться и получить полный эффект очистки воздуха. Седьмое. Эпипремнум золотистый. Это неубиваемое растение. Лучший выбор для очистки воздуха, поскольку оно значительно снижает уровень бензола и трихлорэтилена. Дайте ему немного яркого непрямого света и наблюдайте, как она растет и помогает вам дышать. Его следует избегать, если у вас есть домашнее животное. При попадании в организм это может вызвать отек пасти. Говорят, что в спальне должно быть хотя бы одно такое растение, а на большой площади до 15. Они не только украсят ваш интерьер, но и улучшат качество жизни в помещении. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании. Странички в Инстаграм и Фейсбук.